Мощный взрыв прогремел на парковке в турецком городе Анталии. Загорелась машина у здания торгово-промышленной палаты. По разным данным, от осколков разбитого стекла пострадали от 10 до 12 человек. Все они сотрудники палаты. Взрыв раздался в 8 утра, 50 минут как раз в час пик, когда служащие спешили в офисы. Мэр Анталии рассматривает версию теракта, но также одна из возможных причин взрыва – неисправность газового баллона в автомобиле. Точную причину случившегося специалисты устанавливают. И сейчас у нас на прямой связи учитель частной Московской международной школы города Анталии Александр Бабаев. Узнаем у него обстановку. Александр, здравствуйте. Как сейчас на улицах Анталии, вот в том районе, где находится ваша школа? Мы знаем, она неподалеку от места взрыва. Да, совершенно верно. Сейчас здесь совершенно спокойно. Все идет своим чередом. По всей видимости, службы уже справляются с той проблемой, которая была вызвана взрывом газового баллона. То есть напряженной ситуации какой-либо нет. Сейчас Анталия отходит от неудавшегося сезона летнего, готовится к следующему. И мы рады, что нам удалось поделиться такой радостной новостью с каналом Live News и подтвердить, что в Анталии все в порядке, все хорошо. Но новость не такая уж радостная, когда мы узнали об этом несколько часов назад. Я понимаю, конечно, но в том смысле, что это не было связано с какой-то террористической атакой. А это официальная информация? Об этом сообщают? Это официальная информация? Да, конечно же. Это информация, которая делится в том числе те, кто получает информационную ленту на приложениях турецких, на турецком языке. И пока речи о том, что это было какое-то специализированное, продуманное террористическое действие, пока речи не идет. Пока вот первичная версия, это то, что вы сказали, это версия, связанная с бытовым взрывом газа. Скажите, а вот службы правоохранительная полиция сейчас усилила свою работу на улицах? Первые кадры, которые мы получили, на них было много сотрудников скорой помощи, но вот как раз правоохранительных органов, людей в форме мы не заметили. Да, я хотел обратить ваше внимание, что с момента вот этой сложившейся сложной ситуации в Турции, в том числе наше учебное заведение, стало обеспечиваться ежедневной охраной. То есть у нас присутствуют два сотрудника полиции, начиная еще с прошлого учебного года. То есть они постоянно находятся и постоянно делают обход нашего здания, а также всех иностранных заведений, в том числе учебных. То есть здесь в данном случае очень активным образом. Но я обращаю ваше внимание, что это абсолютно никаким образом не навязывается. То есть это абсолютно не видно и делается очень легко и напринужденно. То есть это высокий профессионализм турецкой стороны. Нам так кажется. Спасибо. Ваша школа работает ли сегодня, продолжат ли образовательные процессы, другие заведения и палата торгово-промышленная, возле которой взрыв прогремел, каким-то образом вообще распорядок дня турецких служащих сегодня нарушен? У нас в данном случае школа ни в коем случае продолжит работать в том же режиме. Здесь отменять занятия никто не будет. А вот что касается того, что сейчас происходит непосредственно, потому что я не вижу, но я думаю, что, конечно же, там, то, что касается палаты, то, естественно, наверное, в режим ее рабочий были нанесены существенные изменения. Поэтому по времени справления с этими проблемами они перейдут в свой нормальный рабочий режим. Александр, и последний вопрос. Множественные осколки от выпитых окон и рам были на улице. Это по-прежнему, я комментирую, первые кадры увиденного. Сейчас уже все улицы очищены от этих элементов? Я думаю, что да. Почему? Потому что здесь, там, в том числе отчасти, наверное, там неподалеку находятся какие-то объекты промышленного назначения. Поэтому, по всей видимости, может быть, не удалось минимизировать жертвы от взрыва этого баллона. Хотя стараюсь, наверное, да. А вот всего того, что остального по поводу количества большого жертв я пока, к сожалению, сказать не могу. Но газовый баллон, конечно же, это трагедия. Но, как правило, это не сопровождается с большим, огромным количеством жертв. И то, о чем вы говорите, наверное, какой-то поражающий элемент. Но я пока об этом в новостях речи пока не было. Мы сообщали о том, что многие люди получили порезы в результате того, что оказались выбиты окна. Спасибо большое. С нами на связи из Турецкой Анталии был Александр Бабаев, учитель частной Московской международной школы. Как раз-таки непосредственно он находится рядом с местом взрыва. Данных о пострадавших россиянах пока не поступает. Но, между тем, в Ростуризме призываются граждан к деятельности. Призываем российских туристов, находящихся на территории Турецкой Республики, проявлять осторожность, не покидать курортных зон и следить за рекомендацией местных властей.